не знаю будет лучше не лучше я не на включил 3g своя фая что-то сегодня это плохо не чавкай не могу вкусно пончики окрошку съелся дмитрий пресет начался еще раз назови вопрос если я пропустил не понял вопроса жирным будешь не буду зад на кардио кокляев руал лучшие на соревнованиях 210 сейчас не знаю у него локоть болит шумговать пытались нет слишком рано плечо травмировал потерял гибкость поэтому не пробовал жимовой шум только делал вы и камбэк на миннесота и тренинг семинар вас оусом дайс any time when you will invite me again как думаешь как я бы стал олимпийским чемпионом ну теоретически у всех есть шанс стать олимпийским чемпионом мы слишком от многих факторов это зависит поэтому нельзя быть уверенным 18 лет я порвал меня не поисок я порвал но толкнули от 200 кирам 500 грамм на чемпионате россии до 18 лет это типа типа рекорд россии был вася может стать олимпийским чемпионом нет безбородов действительно лучший комментатор да нам всем очень нравится комментирует у нас есть у ваня захареевич он тоже хороший но безбородов как-то не вот немножечко лучше а чок чоку белок я не по право почему футболка с берестовым потому что надо поддерживать друг друга а многим западло западло вот мне не нравится вот этот менталитет в россии что если у кого-то что-то получается и его надо поддерживать и у нас ведь да действительно молодец все там получается и так далее просто поддержать его чем угодно продает он майки купит и у него эту футболку и гордись что ты такой человек есть поддержи его да вот у нас такой менталитет к сожалению что люди пытаются что-то козел там лучше чем я и так далее нет я за такое то есть если человек мне приятно у димон не подарил я ее ношу и я знаю кто этот человек я его уважаю и его поддерживаю поэтому почему нет то почему нет по снг планируем планируем есть у меня мысли но я не хочу так летать просто на один день у меня есть желание тур сделать просто надо выбрать когда тяжело так это организовать один вылезет другие обратно тянут один вылезет другие обратно тянут а вот ну да правильно не вот этим кавказцы нравится кавказов насколько я я представляю кавказцы они как-то больше друг за друга держатся если один там в москве куда-то вылез то он подтягивает остальных почему-то у русских такого нету я считаю неправильно тур по россии обязательно но сейчас тур по россии будем планировать на тайских каникулах соревнования на тайских каникулах по штанге будет прыгунов не едет потому что он семьей решил этом году съездить они поедут после после нас почему выглядел на 29 лет потому что я не спал всю ночь я монтировал видео заливал я заливал видео работал над видео залил видео потом поехал на матч-тв и когда вернулся с матч-тв начал заливать второе видео не спал короче елена почему скорма не видит сталь напиши напиши там комментарий о чем ты думаешь перед рывком я всегда думаю о том как ее встретить повыше и пожестче в приеме потому что скоромный мудак а почему скоромный мудак с чего вы это взяли вот вы знаете хотел я как-то это сказать вот мне очень интересно вы ну большинство из вас многих людей которых вы смотрите на ютубе вы их ни разу жизни не видели да то есть мнение которое у вас есть о них об этих людях у вас складываются по видео в которых можно показать человека как угодно как угодно вот человек вот например это как тайские каникулы мы снимали много чего а вы увидели то что я смонтировал да то есть если я хотел что-то показать я его показал вот так а мог показать по-другому то есть монтаж это очень серьезная вещь поэтому когда вы о людях делаете выводы исходя из видео это немножко неправильно это не обоснованно и у просто вы сами можете потом пожалеть о том что человека так ну не знали как ты обидели его и так далее ну и самим пор запутаться можете кто прав кто виноват кто хорошие мысли выдает кто плохие поэтому это неправильно просто смотрите наблюдайте но выводы не делать это неправильно отец будет пробовать в президенты по тяжелоатлетике но почему нет то почему нет у вас мат подбатривает перед подходами мат он автоматически выходит слышал будет бой между бы дочью и будюком конечно слышал я ж как и вы все что дирую в ютубе если ты занимаешься тяжелоатлетикой ты должен знать все что происходит в тяжелой атлетике если ты занимаешься ютубом ты должен понимать все что происходит в ютубе если ты хочешь быть профессионалом ты должен разобраться в этом на сто процентов должен испытать ну да должен все знать чтобы мы не не знать как маневрировать ты знаком со список уковским нет из всех кто будет на тайских каникулах я знаком с ешанькинами с кокляевым с ригертом остальных всех видел один раз он с гусем с денисом мы знакомы до до с половиной с половиной как относишься сам будюку трудный вопрос я с ним стоял только на на соревнованиях на помосте я с ним лично не общался поэтому я не могу его оценить я очень много слышал о нем от разных людей но я не хочу делать выводы и комментировать его потому что я его лично не знаю вот вы например меня поймете вот у вас есть друзья да вот с кем то вы в хороших отношениях а кто то вас терпеть не может и также наоборот кто то вашего друга любит а кто то его там ненавидит да то есть именно между одним и другим человеком возникает определенная такая энергетическая связь понимание или не на понимание не надо как бы его развивать смотришь не магию да смотрю не магию я же говорю надо учиться у профессионалов всегда научиться у профессионалов брать у них что-то это сразу видно когда чем-то занимаешься и когда смотришь что-то ты понимаешь в чем там изюм поэтому надо перенимать опыт обязательно у профессионалов давайте сделаем про передачу на матч 2 про штангу а думаете я то что пошел то что я там уже два раза был скоро еще программа выйдет как фронингу относишься не люблю его я джейсона калипа люблю и бена смита мэтта фрейзера рич фронинга не люблю бена смита и джейсона калипа люблю они более адекватные люди есть хорошие спортсмены а есть хорошие люди вот я еще раз скажу есть хороший спортсмен а есть хорошие люди это как правило не совпадает несовместимые вещи есть шанс выступить на олимпиаде 2016 года нету уже даже шансов нет чтобы выступать на международных соревнованиях на олимпиаде ты должен за год до этого ну вот например в этом году я должен был сделать два старта международных я собственно сделал два старта международных только в разминочном зале это не считается Дэн Бэлли не знаю не могу про Дэн Бэлли ничего сказать не могу сказать Тарохти и его программа Ваши отношения Давид Бенжанян хороший спортсмен программа Тарохти знаете я ко всем людям отношусь хорошо те кто делает со мной одно и то же дело то есть мы все на на тяжелоатлетику работаем поэтому не важно личное отношение важно что человек делает вот поэтому за то что он делает большой молодец я его уважаю а личное отношение это личное отношение оно значения абсолютно не имеет если нам с ним вместе никаких дел не делать тогда оно значения не имеет а так он конечно красавец все молодец и главное я вижу что результат я знаю что людям это нравится поэтому пусть делает все правильно делает молодец людям он дал много в какую страну уехал бы на пмж в таганрог таганьорк вася власов красавец вася власов это что такое кто это сколько приседает таган да таган на Игорь Зарипов имеет шанс попасть на кроссвит геймс и не уверен нет шанс всегда есть нельзя говорить и там может не может сразу вешать ярлыки какие-то я уже говорил всегда есть шанс просто кто-то очень быстро сдается а кто-то тянет эту лямку до конца ростов папа ребята привет ростовчане люблю этот город двенадцать лет прожил так между таганрогом и ростовом дмитрий выпуске вячеслава ивановича думаю я с вячеславом ивановичем сделать какую-то программу вот вы просите на равных с вячеславом ивановичем а я вот блин не знаю то есть я в принципе все про него знаю понимаете и делать программу с человеком с твоим отцом это тяжело да то есть блин ну хрен знает хотя хотя мне хочется хотя мне хочется я просто не знаю как она как это все выйдет речь никакой как человек я его как человека не знаю я просто вот по отзывам опять-таки но я не знаю вы спросили кому хорошо относится кому нет я говорю что Бена Смита я с его семьей знаком я с ней общался с Жесеном Калипа я просто знаю как к нему люди реально относятся его очень много людей любят я знаю лично тех кто его лично знает поэтому вот я им доверяю я могу им доверять хотя я не утверждаю опять-таки когда выпуски каникул ждать 26 вечера вылетаем из Домодедова я надеюсь что вылетаем у нас еще билетов нет у нас чартер ребята поэтому мы все сидим молимся чтобы у нас все произошло я вам сообщу в перископе если у нас все произойдет я сообщу что все мы сели если не произойдет тоже да Лена сказала она сообщила что я не смогу Димон водительского права вернули 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 Давидович все правильно рассказал примерно мне так и права вернули вы верующие я верю в то что человек должен как вам сказать вот в прямом смысле этого слова верующие не особо у меня как-то больше такое собственное убеждение что ты должен сам перед собой быть честен не верить во что-то а самому перед собой быть честен в свою правду дожимайте тяжелую атлетику верю смениться руководство ну а куда он денется то рано или поздно все меняется на равных с Власовым говорил уже пытались с ним связаться не получилось в то время связаться когда ну договориться когда у меня было время свободное Григорьевна привет Дмитрий как понять когда стоит использовать фарму после мастера спорта мастера спорта сделайте и можете в клоков база Тим понимаете я туда езжу только тогда когда надо какой-то вопросы регулировать потому что мы же как бы работаем на эту на этот зал мы же его не построили для того чтобы тренироваться в нем да то есть мы должны какие-то вещи руководить руководство руководство клуба оно должно заниматься руководством клуба поэтому я езжу если надо какие-то вопросы решать но иногда потренироваться мой отец был моей крышей в прямом переносном смысле этого слова потому что когда ты в спорте то тебя многие редиски хотят обидеть чтоб тебя редиски не обижали вот это мне отец помогал куда делась инфинити инфинити ушла в очень надежные руки ребята она в очень надежных руках кто есть на сегодняшний самый перспективный атлет трудно сказать но в тяжах все категории 85 90 85 105 и свыше все кто в этих категорий сейчас в топе все эти ребята перспективны но перспективный в плане завоевания медалей там золотых я не буду и установление мировых рекордов коваленко в отставку сердцова в отставку на скриншот сделать не я на самом деле очень спокойно отношусь к тому что происходит федерации потому что опять таки здесь на можно с разной стороны смотреть разную работу оценивать поэтому я до олимпиады ничего не хочу я хочу чтоб ребят спокойно доработали чтоб тренеры спокойно доработали чтобы чтобы мы все-таки взяли медали потому что как хаджимуратакаев правильно сказал в интервью с дмитрием губернием когда программу она сделали в 2012 году не важно какие у нас взаимоотношения когда мы уже на олимпиаде главное чтоб кто-то из нас взял золото и взял медаль вот так же и здесь не важно как мы относимся друг другу когда идет олимпиада все все думают только о золотых медалях и поэтому не важно кто их принесет хорошая федерация плохая там тот спортсмен которого я люблю или который я не люблю нам надо медали золотые облом китайцев категории 7 и 7 и 85 связан с помостом на чемпионате мира но это политика ребята я думаю там не все так просто я думаю это гамбит проиграть маленькую битву чтобы выиграть войну что-то там было типа этого это не просто так как биф джорки в москве знаете вот у меня америка с биф джорки ассоциируется когда в москве я ее не ем с аптео хадом будет после олимпиады я хочу после олимпиады опять таки я не хочу дергать вы должны понимать что любой вот такой вот прессинг со стороны зрителей болельщиков неважно положительный или отрицательный он забирает энергию вы передаете